Продолжаем выпуск. В Карганды на Акимат обиделись счетчики. Около ста человек, привлеченные к подсчету пассажиропотока, в общественном транспорте уверяют, что не получили оплату. Им обещали выплатить деньги в течение пяти дней после сдачи отчетов. Однако прошло уже почти три недели. Кто, по мнению наемных работников, присвоил их деньги и выплатит ли людям заработанное, выясняла Людмила Батюшкина. Алия Аскарова – гардеробщица в больнице с более чем скромным окладом. Поэтому, когда появилась возможность подзаработать, с радостью написала заявление на отпуск без содержания. В итоге осталась и без зарплаты, и без приработка. Женщина уверена, что ее, как и других счетчиков, обманули. Этот договор, он будто эффективный. Конкретно не указано, какая у кого зарплата, с какой по какому числу работали. Я не знаю, как нам платить будут и будут ли вообще. Весь октябрь в числе сотни других счетчиков Алия Аскарова в рамках исследовательского проекта ездила в городских автобусах и подсчитывала, сколько людей входит и выходит на каждой остановке. Сколько из них школьников, студентов, пенсионеров и какими проездными билетами они пользуются. За этот труд счетчикам пообещали от 120 до 150 тысяч тенге. По договору мы должны были получить в течение 10 рабочих дней после окончания работы, мы должны были получить всю сумму. Перед этим в течение 5 рабочих дней мы должны были получить как аванс 30% от того, что мы заработали. Мы не получили ни того, ни другого. А прошло время уже почти больше двух недель. 17 дней. Заказчик подсчета пассажиропотока Акимат Караганды. Исполнитель научно-исследовательский институт транспорта и коммуникации. А стоимость проекта 44 миллиона тенге. Временные работники обратились в городскую администрацию, где их заверили, что перечислили деньги на счет исследовательского института. С них, мол, пусть и спрашивают. Вот это и вот это. Это, наверное, стоит 44 миллиона. Взять комментарий у руководства НИИ транспорта и коммуникации не удалось. По словам представителей института, все они уехали в Караганды и уже завтра все обещанные счетчиком деньги будут выплачены. Три коробки, а четыре бумаги, понимаете? Это все разложить надо, это все скомпоновать надо, это все посчитать надо. Это не считает ни компьютер, это не в электронном виде, ни программа какая-то. Это все вручную считается. Просто получилось больше времени затрачено, чем предполагалось. После того, как результаты подсчета пассажиров подобьют, институт отправит Акимату Караганды свои рекомендации, в том числе по тарифу на проезд. Этих же результатов ждут и общественники города, которые не теряют надежду оспорить действующий тариф 80 тенге, который они считают высоким. Напомним, в январе этого года стоимость проезда в Караганды подскочила сразу на 70%. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.